Звук, пытающий не распыляться, а держать его. Это как у тебя есть огонь, но ты хочешь его как бы... Или такой... Сейчас определение скажу, как Табуту говорил про звук. То есть алмаз в вельветовой оболочке. То есть у тебя есть какое-то ядро, огонь, которое ты... Или как лошадь, но которая прирученная лошадь. То есть есть очень такие жеребцы, но у тебя вот есть сила жеребца, но которая контролируемая. И поэтому вот это вот нужно в звуке, чтобы он слышно было, чтобы у тебя был контроль. И это не требует передувания. Точность, ровность звука. Ну, вот. Попробую отсюда. Точность, ровность звука. Без свечи. Так. Точность, ровность звука. Ну что? Ну нормально. Я понимаю. Немножко не хватает прикрытости, знаешь, когда певцы идут на верхние ноты, у них есть такой, можно сказать, купол, то есть, как будто ты зеваешь, да, знаешь, то есть вот на этих... То есть, слышишь, как можно развить, взять очень тихо и потом развинтить эту ноту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давай дальше. Тут немножко другой характер, такой более грибный. Субтитры создавал DimaTorzok Си-бемоль Си-бемоль Разница услышать между триолем и квартолем. Допустим, если ты играешь... Субтитры создавал DimaTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты, наверное, дальше не хочется говорить. Не очень. Пока, может быть, что-то не хочется. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, моя как бы теория, и как бы чего я придерживаюсь, я не люблю закрученные пальцы, вот как многие учат, вот такие вот, что совсем. Я пользуюсь только... Почему? Скажу. Потому что мы используем раз, два, три фаланги, когда вот так. А когда я играю, я играю как бы технику, вот у меня фактически только одна фаланга задействована. Из-за этого немножко быстрее, как бы, беглее пальцы. Как бы, вот в постановке, как бы, и тоже они у меня просто лежат, очень должна быть расслабленная рука. Это очень помогает во многих технических элементах. Ты не переигрываешь себе руку, потому что так немножко... Немножко ненатурально, я скажу, что вот так вот держать и прям как бы ее прям вот так вот угибать. А вот я даже... Я учился у Алексея Юрьевича, и у него вот... Я часто замечал, что у него палец так... И я тоже так как бы начал играть. То есть более как бы... Да, более ровные пальцы. То есть... То есть так, так они намного быстрее бегают, чем... Как бы, я тоже так бы мог сыграть, но так у меня более напряженная рука, и у меня бы уже какой-нибудь тендинайтис получился. Я так все время играл. И, ну, вот это такой, как бы, элемент просто по руке. Позицию, чтобы как бы все пальцы ложили... Ну, я немножко дальше, наверное. Мне вот... Первый мой педагог, он говорил, на ногте играть, но на ногте очень больно играть. И поэтому нужно что-то, чтобы было для вас очень комфортное. То есть для каждого у всех руки разные. Я думаю, просто чтобы было комфортно, и гобой как бы не двигался никуда. То есть стабильное, но при этом без зажатости. Ну, кажется, в моем стабильном положении, когда они всегда играют, все как бы хорошо, но спустя несколько часов угры, то пальцы начинают отваливаться. У всех остальных я такого не замечаю. Ну, у меня тоже бывает, если там 8 часов позаниматься, тоже бывает. Ладно, не 8, меньше. Ну, для этого... Я не знаю, еще бывают тоже как бы такие держалки, если у кого проблемы с этим, тоже есть, может быть, такие всякие аксессуары для гобоя. Немножко ниже, немножко выше. Может быть, вот такая штучка есть, которая вот тут тоже держит руку, чтобы на палец тоже... Ну, если у тебя есть такие проблемы, и тебе это очень сильно как бы напрягает, то можно тоже просмотреть, какой-нибудь, может быть, удобный, более удобный, как бы... Ну, купить на палечник. Давай, давай, давай. А какие были трудности в первых годах, когда вы учились в Америке? С языком была трудность. Я не знал языка. Вот это как бы вообще ноль. Была трудность как бы с языком. Не, ну, а с кое-како я могу сказать, что было как бы сложно принять американскую школу после того, как я играл на Европейке, просто, ну, всю жизнь фактически. У меня были все такие трости, которые нужно было давить, с девчонками там у меня некоторые были. И вот просто чтобы как-то поменять амбушюр чуть-чуть и посмотреть, как бы, услышать, разница в звуке немножко такая, что в Европе немножко... Они хотят такой более пробивной звук, но он немножко резкий для американского уха. Вот такой, да? А разница, когда ты уже выдвигаешь... Вот. Вы теперь играете только на американских тростях, или на тех, ну, других? А, только на американских, потому что уже у меня какое-то убеждение у меня какое-то насчет звука, чего я не могу найти, как бы, в европейских тростях. Как бы, это уже моя, как бы... Я не думаю, что другим нужно, а я думаю, что, как бы, как я рассматриваю уже Гобой с моей стороны. У каждого разное. У Хайнц Холлигера до сих пор играет очень хорошо и в своей системе. Как бы он играет таким... Многие скажут, что он такой с зудинкой звук, но, как бы, он все равно красивый, и, как бы, для многих это не бьет в ухо, а кому-то это бьет в ухо. То есть это уже, как бы, ну, на выбор, я считаю. Сейчас здесь его студент, кстати, он нам в ухо сейчас набьет. А почему у нас... Ну, как бы, я считаю, что... Извиняюсь. Я, когда молодой был, я все время слушал Хайнца Холлигера. Могу сказать. И у меня все орнаменты, я у него немножко... Потому что, да, он гениальный в этом смысле, гобоист, записал вообще все, что можно сыграть на гобое. Поэтому про звук я могу сказать, но это просто, как бы, с моей позиции, как бы, американской школы, да. А вы с тобой не считаете, когда вы слушаете кого-то, кто ваши фавориты? Ну, естественно, мои фавориты, мои учителя, которые у меня были. Ричард Вудомс замечательный, он, если послушать на Spotify, там есть записи Чайковского, четвертая часть, четвертая симфония Чайковского, вторая часть, естественно, соло. Просто гениально сыграна моим учителем. И Питер Баумен, который тоже был, это уже тоже старая школа, он был в Сан-Флуисе первым гобоем. Также, естественно, наш Евгений Изотов, мне нравится, который учился тут. В этой школе? В этой школе, да. И я, конечно, к нему тоже очень приятно, что наши тоже, как бы, и в американской очень много чего достигли. У меня тоже были с ним мастер-классы, и как бы тоже немножко по тростям я у него что-то перенял. Ну, а так и Лианг Ванг тоже, конечно, мой учитель. Первый гобоем Нью-Йоркской филармонии. Лианг Ванг. Да, он просто... Я его скину, скину его. У него очень такой мощный, один из самых больших звуков как бы по объему в Америке. То есть он очень большой, но очень управляемый. И вот я у него учился, и мне повезло просто, что как бы он столько мне времени тоже уделил. там, вне зависимости тоже от школы у нас. А Элейн? Элейн, она просто гениальный учитель. Она всё разложит по полочкам. У неё есть там... Ну, это просто, знаете, как вот такой, можно сказать, по скрипке у нас Брон, такой известный учитель. Вот у неё тоже всё по полочке. У меня, как бы, один из моих учеников поступил к ней учиться. Как бы, я через него тоже там какие-то секреты, которые там, ну, в узком кругу узнаю. И да, думаю, что к ней было бы очень хорошо поступить. Клэйн. Она, и она очень тоже политическая немножко. То есть своих учеников толкает тоже это, ну, в какой-то степени это очень хорошо, да. Ну, если ты, как бы, с этим не сталкиваешься, когда кого-то другого там толкает. Вот. Ну, как бы, к ней у меня и абсолютно нравится. Особенно её записи, когда она была молодая. Ну, это вы назвали те, кто на ваших учениках. Да, это, извиняюсь, кого-то ещё назвать. Ну, когда, как бы, я думаю слушать европейскую какую-то игру. Мне очень Рамон Артега нравится. Он какой-то вот для меня микс между замечательным таким бархатным звуком, который я слышу в американской школе и таким, которым европейский звук, который меня, как бы, не давит мне на ухо. Трамон Артега. Ну, давай, ещё один вопрос, и, в общем, мы заканчиваем. Ну, языком музыки, в принципе. Как бы, я понимал номера, то, что он, допустим, там по темпу мне что-то говорил, ну, итальянский, естественно, dolce, там, такие слова, которые, понятно, там, тут быстрее, он мне что-то там, типа, allegro, там, так говорил. Поначалу было вот так, как бы мы через фактически немножко итальянский такой микс, итальянский English. Вот. А в любом, кто-нибудь, кто-нибудь в России у нас играет в американских тростях? У нас играет Денис. Вот. Весь Большой театр играет, а завтра в Украине, у него такая, как бы, поламериканская доточка. Я могу сказать, что, допустим, я у Евгения Алешина брал трости, у него какой-то, я у него, как бы, всё время брал трости до того, как я приехал в Америку, и у него была такая достаточно длинная заточка, но, как бы, вот тут у него уже была уздечка. Ну, да, это такое. То есть, она была какой-то... Ну, Лысенко, вот, самый такой, основной, в принципе, Соня, и вот завтра парень будет здесь преподавать. Они играют на такой-такой уже, как поламериканская. Ну, да, там. ВСО играют на Американке. То есть, есть люди, которые, у Гергиева, там один педобок играет на Американке. Но, как бы, я на этот момент, Америка просто дальше, а Европа здесь ближе. Поэтому, очень, ну, как бы, большое влияние Европы, а Америки меньше. Но, это, это, в Москве, как бы, не так сильно. В Москве, очень, в Башмета все играют на Американке, в Большом театре. Опять-таки, в Москве много. А в Питере нет. Питер более европейский город. Там и инструментов разных нет. Если в Москве все марки инструментов представлены, то в Питере только морякой, короче, в Американке. Вашингтон Борелло тоже играет на Американке. В Германии может быть Борелло. Студент Леоня вчерашний играет на Американку. На этом, я считаю, мы завершаем. Александр! Ну, все, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok